здравствуйте дорогие телезрители в эфире программа новости спорта я ее ведущая лада дудко и сегодня у меня в гостях тренер по тэквондо хаджбар нурмагомедов здравствуйте хаджбар мы уже с вами за кадром договорились мы общаемся на ты безумно благодарна вам за то что вы откликнулись на мой вопрос пообщаться давайте начнем с самого начала вы тренеры я вас так представила но хаджбар уже поделился со мной тем что параллельно ты еще и действующий спортсмен расскажи про свой путь становления про то как все начиналось да я мастер спорта чемпион россии и 2 дампа тэквондо я начинал в маленьком городе республики дагестан городе кизляр секцию тэквондо именно я пришел в 15 лет и вот с тех с тех пор у меня все завязалось потом спортивная карьера выступал были конечно и победы поражения 16-17 года представлял представляю и представлял московскую область на всероссийских международных соревнованиях а как получилось так что в 2019 году начал тренировать но я на самом деле я никогда не думал что я стану тренером преподавателем но когда увидел как другие тренируют мне это понравилось и когда я начал этим заниматься то еще больше понравилось и я понял что это есть моя профессия это это чем я хочу дальше заниматься это желание но пришло сугубо она лично меня было или от тренера ты мне нет нет это было сугубо лично были так скажем другие варианты потому что мое первое образование это юридическое и я мог пойти по друг другу по другому пути но меня больше понравилась тренерская работа и работы с детьми и поэтому стал тренировать это на самом деле очень интересно юриспруденция с одной стороны а с другой стороны тэквондо и тренерство а почему юрист но изначально хотел работать с правоохранительных органов но потом когда уже плотно профессионально занялся спортом и но спорт стал моей жизнью со временем понял что я хочу продолжить как тренер дальше одно развивать распространять этот вид спорта и тренировать взращивать своих чемпионов то есть вот это вот решение но она уже пришло после скорее всего сразу получение высшего образования или как нет она наверно пришло уже в процессе когда уже так скажем заканчивал первое образование потом следом сразу же поступил на университет на именно тренера преподавателя и до сих пор учусь оканчиваю университет по специальности тренер по тэквондо на момент когда мы записываем это интервью сегодня если я не ошибаюсь закончился турнир по тэквондо как раз таки и твоих деток твоих подопечных можно так сказать скажи какие результаты вы заняли как вы готовились расскажи про сам турнир да буквально вот на выходных у нас проходил турнир вчера закончился это финальный этап школьной лиги тэквондо здесь именно собрались дети школьники со всех так скажем со многих регионов это белгородская область ульяновская область из республики карелии и областей центрально федерального округа и из москвы турнир собрал более 200 спортсменов ухты да у нас он проходил здесь в волейбольном центре ребятам я были представлены у меня были профессионально 13 ребят своих весовых категориях из которых 8 заняли призовые места одно одно золото 2 серебра и 5 бронзовых медалей очень классный результат сам доволен но наверное нет чем да потому что могут могли лучше выступить но это любой тренер и любой тренер всегда недовольны хоть и только лучше и больше хорошо поговорим про тэквондо нашим зрителям я уверена будет очень интересно больше узнать про этот спорт что это такое может быть это глупый вопрос но вот наверняка у многих даст не разбирающихся станет тэквондо на самом деле молодой вид спорта именно в россии он с недавних пор так стал таким известным и масштабным так как наши ребята выступили очень отлично даже на олимпиаде в токио в японии и заняли первое общекомандное место медальном зачете за два золота серебро и бронзу и после этого люди начали россияне начали узнать что такое тэквондо тэквондо это корейское боевое искусство это единоборство олимпийский вид спорта с 2000-х годов и тэквондо сейчас приобретает большую массовость и мы наша федерация наши тренера старается все больше и больше детей и спортсменов привлекать наш вид спорта как ты думаешь почему тэквондо сейчас набирает такую популярность я считаю именно для детей подростков тэквондо если не лучшим по одним из лучших видов спорта потому что он не травмоопасен он очень технологичный вид спорта потому что у нас на соревнованиях используется электронная система защиты это шлема жилеты электронные носки на ногах чтобы то есть электронные носки что это такое носки но электронный чтобы чтобы спортсмен получил балл она чтобы система зачитала балл он должен попасть носком так скажем зачетную зону в жилет или в голову и после попадания на табло отображаются баллы то есть судейских ошибок очень мало в этом виде спорта и нету такого что кого-то могут засудить и таких прецедентов то есть это просто твоя личная подготовка вот как ты подготовился так ты выступил невозможно там никого обмануть и поконкретнее вот про носок может быть какие-то еще есть детали вот такие интересные про которые можно рассказать но про носок его надо видеть рассказать описать он у нас есть несколько электронных систем на которых проводится на ней не буду их называть это но это не не скажет ни о чем то есть обычного человека кипи и дойдет они отличаются носки немного но там 11 датчиков которые по всей стопе расположены и нужно попасть с тобой в зачетную зону то есть жилет или в шлем и после этого если ты из а еще есть определенная шкала силы то есть если ты не не переступишь порог баллы не выйдут то есть если ты словали легко ударить что могут не выйти баллы также хорошо тогда для обывателей опять же вопрос вот со стороны со стороны обывателей скажем я задаю этот вопрос потому что я вот лично в единоборствах и вообще в принципе в борьбе в боксе я не особо разбираюсь честно говоря вот в чем отличие вот возьмем тэквондо бокс и другие виды тэквондо их же тэквондо и вот наша втф именно втф она олимпийская а все остальные разновидности они не олимпийские то есть они и не входят в систему олимпиады олимпийских игр и тэквондо это вид спорта в котором 90 процентов ударов наносится именно ногами то есть там удары удары руками они очень их очень мало и и их можно наносить только в область туловища в голову нельзя их наносить и я бы сказал что тэквондо это бокс ногами простыми словами да бокс ногами хорошо а дети какого возраста могут принимать участие на тренировках на тренировках дети могут заниматься от пяти от четырех от пяти лет могут дети заниматься но только в младших группах и с определенными так скажем заданиями то есть им их спарринг не поставишь и они только могут нарабатывать технику им ставить удары а потом в течение времени когда они уже возрастают и будут готовы к этому и они тоже становится ну вот это на самом деле прямо интересно четырехлетний малыш такой который вообще еще только недавно пошел уже его родители на тэквондо привели но смотрите тэквондо очень ребенка координирует тэквондо у нас гибкость очень важно то есть растяжка и тэквондо очень всесторонне развивает ребенка и по истечении там определенного времени занятий например если взять тэквондиста который в детстве пришел занимался тэквондо и там в десять лет ушел куда-то в другой вид спорта ему будет проще понять другой вид спорта так с любыми детьми на самом-то деле когда ты начинаешь с какого-то маленького возраста уже себя координировать повторю ваши слова да там может быть любой вид спорта и плавание гимнастика и все что угодно поэтому там нет но есть такие виды спорта которых после которых например если ребенок придет из какого-то вида спорта он не сможет стать тэквондистом то есть он не сможет этим заняться но например бокс если он придет из бокса у него была совсем другая так скажем стихия он бил руками а тут пришел тэквондо здесь надо бить ногами перестроиться очень будет сложно даже порой даже невозможно даже невозможно есть есть у тебя в практике и дети которые из бокса приходили из бокса нет но из кикбокс кикбоксинга были ребята которые приходили но там тоже работа ногами присутствует поэтому это было не было сложности для ребенка перестроить наш формат соревнователь формат тренировочный формат хорошо а воденцово как строится тренировочный процесс более взрослых ребят если спорт классы какие-то может быть училища олимпийского резерва в которые потом уже можно попасть у нас в городе краснознаминск училища олимпийского резерва номер один где директор валентин леонидов логачева очень большую поддержку оказывает нашей федерации которые возглавляют магомеда гусенин гадим радович и совместными усилиями я бы наверное сказал что одинцово является центром тэквондо в московской области 90 процентов сборной московской области по разным возрастным категориям находятся именно здесь ребята тренируются в одинцово все сюда приезжают спаррингуются из из других городов области также ребята приезжают там из химок из лобни из других городов сюда приезжают чтобы спарринговаться собраться вместе и получить дать другу опыт получить патроноваться и подготовиться к соревнованиям немного вернемся к разговору о тебе про выступления твои не как тренера а вот личная вот эта история за кого ты сейчас выступаешь когда принимаешь участие в спаррингах да я до недавних пор выступаю конечно за сборную московской области представляешь свой спортивный клуб пионер но и представлял ученицами по резерву как спортсмен но с недавно экспория стал тренером училища олимпийского резерва поэтому я уже вся в тренера из пока пока спортивную школу как спортсмен никакой не представляю просто как тренер как спотклуб свой представляют для не какой статус нравится больше не знаю даже наверно тренерский статус больше тренерité давайте все плюс тренера подарки ну давайте хорошо тогда по минусам минусы ну минусы видеть видя детей как они становятся чемпионами нервы все эти подготовка все эти эмоции когда твой спортсмен побеждает они все перекрывают и какой тренировочный график сейчас сколько тренировок в неделю может быть есть группа постарше несколько раз в день тренируетесь да у нас группа сборников сборной именно они тренируются и утром по два часа и вечером по два часа дети дети через день занимаются кто-то еще дополнительно приходит к старшим получить от них опыт и мы стараемся чтобы наши дети видели сборников то есть они равнялись на них по получали от них опыт и так скажем поколение чтобы у нас молодое тоже подтягивался за большие за старшими это же старались стараемся чтобы ребята приходили и видели все это все это весь этот профессионализм и тоже захотели становиться такими чемпионами сейчас скажем так на вход в олимпиаду есть у вас таки сейчас в одинцово прямо очень и очень потенциальные из вакцины и перспективные потенциальные спортсмены которые прямо уже готовы вот на следующую олимпиаду уже ехать у нас есть ребята очень хорошие которые представляют училище олимпийского резерва у нас в один слова также проходила первенство россии и наши же ребята два брата рамазана в кариме рамазана рамазан заявали бронзовые медали в олимпийской весовой категории 80 килограмм потом это у нас егор шифатов парень тоже очень перспективный тяжелые весовые категории выступает тоже то есть молодежь растет и даст бог попадут на олимпиаду но у нас еще есть девочка который сейчас попала на олимпиаду в париж который представляет училище олимпийского резерва это полина хан надеюсь что и на олимпиаде у нее все получится будем за нее болеть и она привезет золотую медаль да мы будем очень на это надеяться про весовую категорию поговорим немножечко что это такое как в нее попадать если у вас гонка веса следите ли вы если у вас диета я не говорю про спортсменскую диету когда там лучше исключить сладенько мучной потому что все это не очень хорошо на организме отражается лишний вес плохо на суставы как это у вас все в тэквондо работы у нас да у нас есть определенные весовые категории это не олимпийских у нас 8 весовых категорий что у женщин что мужчин олимпийских 4 у женщин 4 и у мужчин 4 то есть нужно входить именно свой лимит своей весовой категории за Almighty 2014 проходить свешивания и на следующий день у нас выборочное изрешивание то есть например определенное количество с той весовой категории может попасть на выборочно изрешивание и когда проходит выборочноеしょ и если у тебя будет перевес по отношению к тому своей весовой категорий больше 5 процентов тебя могут дисквалифицировать это это зала для того чтобы ребята на нас сильно много веса не гоняли, потому что бывали такие прецеденты, что из-за большой сгонки веса, то есть там, или по 10, по 12 килограмм ребята гоняли, и могли там, им могло стать плохо. Я на самом деле всегда поражалась той самой гонке веса. Во-первых, сбрасывать вес резко, это всегда очень для организма, это стресс. Всегда. Мало того, что диетологи там, я уже не говорю, про обычных людей, говорят там по 5 килограмм за месяц скидывать, а здесь надо за, условно говоря, день скинуть там 10 килограмм, но это как это, почему это нормально? У каждого спортсмена, так скажем, есть, так скажем, своя программа сгонки, то есть кому-то привычно за один день согнать 3-4 килограмма, а кто-то за один день, но это очень стрессово, а кто-то постепенно подходит к этому, то есть за месяц начинает ограничить себя в чем-то там, потом последние дни оставляет несколько килограмм, килограмм 2, и последние дни как бы их тоже убирает, и уже без такого стресса становится на весы, и входит в лимит своей весовой категории. Весовые категории у нас среди детей, чтобы избежать этого. Гонки веса. Да, с гонки веса среди юношей 12-14 лет с недавних пор изменились правила, теперь сделали не весовые категории, а у них будут категории по росту, потому что тоже было такое, что ребята гоняли, например, ребенок высокий, метр восемь, метр девяносто, гоняет вес там на маленький вес, а там с ним выходят маленькие, ну, короткие ребята, которые там полтора, полтора метра ростом, и как бы, ну, здесь просто колоссальное преимущество над этим парнем, и так скажем. Детям, которым ограничили сгонку веса, поменяли правила, это дети какого возрастного? 12-14 лет, то есть это совсем юноши, ну, юноши и девушки 12-14 лет, а дальше у нас идет возрастная категория, 15-17 лет, юниоры и юниорки, потом юниоры и юниорки до 21 года, ну, и уже 17 лет и старше, это мужчины и женщины. Ну, давай уже успокоим наших телезрителей, у вас есть в каждой команде, к каждому пристроен свой врач, диетолог, никто не умирает. Каждая команда есть врач, да, и тренера, ну, у нас такое правило, что без тренера спортсмен ничего не делает, не пьет никаких таблеток, то есть самовольно он никаких решений не может принять, если только только по совету тренера и только по совету с тренером он должен что-либо сделать, например, согнать вес, это тренер ему составляет план весогонки, но тоже мы стараемся, ну, стараемся, у нас нет такого, что ребята гоняют больше 5 килограмм, это исключено, у нас ребята все, если есть, кто гоняет 5 килограмм, мы их подводим так, что для них, для их организма это не было стрессово. Ну, вот эта вот тема веса, мне кажется, я от нее пока не отойду, мне вот она крайне интересна, правда, а ты сам гонял вес, сколько максимум было, и как вообще-то, пленка обматываться, в баню пойти? Нет, ну, пленка обматываться, это тоже старая история, это старая, и это что-то такое жестокое, просто диеты придерживаются, да, диета, последние 3 дня исключить, вот 2 дня исключить что-то такое, что может поднять вес, то есть есть только овощи, потом последний день исключить воду, и овощи, и овощи тоже, все исключить, и после взвешивания упасть, провести тренировку, встать на весы, все, потом покушать и подготовиться. В моей карьере я немного гонял вес, потому что я выступал абсолютно весовой категории, то есть свыше 87 килограмма, и было пару раз, что я гонял, но это был максимум, что я гонял, это было 6-7 килограмм, но это было для меня не стрессово, потому что я весил много, а для тех, кто весит мало, и еще согнать вес, это стрессово, и это тяжело. Ну, а есть такое, что надо наоборот набрать вес? Да, надо набрать 40 килограмм, ешь. А, 40, такое тяжело. Ну, это я так, очень я. Чтобы набрать вес, такое было, даже в моей карьере, я порядка год-два я набирал, перед взвешиванием набирал вес, чтобы в лимит другой весовой категории войти, то есть там есть весовая категория 87 и плюс 87, а я весил 86, но выступал всегда в плюс 87, и мне, чтобы войти в эту весовую категорию, мне надо было весить 87 500. Я всегда вот немного кушал, пил воду и становился на весы, чтобы влезть в более высшую весовую категорию. Ну, это была проблема, да, набрать вес? Ну, было такое, что я на сборах перед чемпионатом России, ну, там невольно там нас и кормят, так скажем, определенный рацион питания, и еще тренируешься, нагрузки, и вес сам ушел, я как бы не хотел, что вес уходил, но ушел, и мне уже надо было набирать не полтора килограмма, а уже три с половиной килограмма. И целый день сидишь, кушаешь, буфеты кушаешь, кушаешь, ждешь своего взвешивания, чтобы уже с таким животом становиться на весы. Что есть, чтобы набрать быстро вес? Ну, как бы, булки же вам, навряд ли можно булками нагнать, потому что все в жирочек уйдет. Да. Мяска надо. Надо, ну, это тоже определенное питание должно быть, ну, и физические нагрузки без них, просто так, только наберешь, так скажем, жир и все, мышечную массу не наберешь, а нужно именно качественную мышечную массу набирать, и, ну, для этого и спортивное питание, питание взять себе, купить и определенные продукты, пропитаться определенными продуктами и исключить там сладкое и мучное, чтобы ты просто не стал полным, а именно набрал мышечную массу. Мышечную массу, да. А у вас спортсмены проходят антропометрию? А у нас спортсмены каждые полгода проходят углубленные медицинские обследования, их там проверяют. И там и есть на диспансеризации? Да, 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 да. Диспансеризации проходят и анализы все сдают, то есть, чтобы понять, можно ли вообще спортсмену заниматься спортом. Не, ну, про медкомиссию, медосмотр мы не говорим, конечно, это базовая история у всех спортсменов, а вот именно антропометрия может быть отдельно вне медкомиссии, а может быть у вас там на вашей базе тренировочной она есть там вы отправляете? Нет, такого нету. Вы отправляете их? Но медкомиссию мы обязаны проходить, потому что надо же смотреть на то, как влияют физические нагрузки на спортсмену, потому что кому-то сильно кого-то перегрузили и начались проблемы со здоровьем, чтобы избежать такого. Я хотел бы сказать, что в Токвондо дети занимаются с 4 лет, есть, ну, у нас разные группы есть, то есть детские и младшие, бэби группы, то есть они от 4 до 6 лет это группа, потом средние группы где 7-10 лет, ну, и 7-10, 11 лет, но из 12 лет 12 лет у нас уже официальные соревнования по спаррингу проходят, поэтому это уже ребята взрослые, старшие, и они уже занимаются уже серьезно. И Токвондо, я считаю, что лучший вид спорта для ребенка и всем родителям советую отдавать ребенка в Токвондо, потому что, ну, на самом деле вы увидите изменения в ребенке в лучшую сторону, то есть он станет внимательным, дисциплинированным, сильным, пластичным. Так, ну все, я уже решила, если у меня будет сын, я точно и вовремя отдам Токвондо. Спасибо огромное, Хаджбар, за то, что поговорил сегодня с нами, это было очень интересно, очень, я думаю, много всего, не то, чтобы я узнала наши операторы, наши зрители, поэтому я тебе еще раз выражаю огромную благодарность за то, что ты сегодня со мной побеседовал. Тебе спасибо, Лада, и вашему телеканалу, что пригласили меня, было очень приятно с вами поговорить, пообщаться, зовите еще. В эфире была программа новости спорта, я ее ведущая Lada.com, а сегодня у меня в гостях был мастер спорта, тренер по Токвондо, Хаджбар Нурмагомедов. Продолжение следует...